Наверняка здесь присутствующая женщина Испытывала однажды момент такой духовных переживаний Может быть даже и не духовных Это происходит и с людьми в мире, и с людьми во Христе Потому что помни, ничто просто так тебе хорошее в руки не придет За все платится цена и за все приходится сражаться Ну согласитесь, да? Не, ну конечно, бывает, что перепадает, но это редкий случай Но такое бывает Так вот, я на сегодняшний день слышу И сама являюсь свидетельством того, что Как только человек принимает какие-то духовные решения в своей жизни Допустим, принимаешь решение пойти в пост Вот мы приняли решение три дня назад пойти в пост Я не болела столько времени вообще Я забыла, когда последний раз болела Ну, впрочем, как ангина у меня Помните, был случай? Реально, все, этого больше нет вам в моей жизни И тут все об этой инфекции Мы в воскресенье поговорили про инфекцию Вернее, не про поговорили, а помолились против этой инфекции И прям к вечеру Эта инфекция пришла ко мне И вы знаете, вот эти вот водичка течет Вот здесь вот, ты остановить ее не можешь, да? Было у кого такое И первая мысль, которая меня посетила Знаете, какая? А люди, которые болеют, тебе прицепить таблетки Нельзя поститься Прекрасная мысль И можно сказать Ну да, точно Точно Повод, так скажем, профессионально, духовно Отмазаться Я недавно пересматривала какую-то свою проповедь И когда я слышу вот со стороны Когда я выражаюсь Мне все тело скукоживается Я думаю, вот как заменить на грамотное слово? Отказаться, да? Или оправдать себя Прекрасный повод Себя оправдать Но, вы знаете, из-за того, что я в хорошем сезоне нахожусь Духовном Я думаю, нет, 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 нет Я буду этому противостоять Во-первых, я это не приму Я, во-первых, смогу еще, пока это все течет Все вымыть из себя Я пошла в ванну промывать нос Намазалась всякими штуками Как бабушки пахнут, знаете, вот эти вот Звездочкой, да? И внутри думаю Нет, я буду поститься Я буду поститься И сейчас, прежде чем сюда выйти Я спросила у Духа Святого Ты, кстати, можешь сейчас буквально на секунду присесть Потому что мы сейчас будем стоять и молиться долго А вы Стойте, армия моя Ну, или садитесь туда И я спросила, о чем говорить Также Дух Святой мне напомнил такую вещь Вы знаете, что в семнадцатом году В начале... нет, в шестнадцатом году В шестнадцатом году Именно был пост У нас пост Каждый январь После праздников мы идем в семидневный пост Это прекрасное время, когда мы постимся Постится вся церковь И у нас потом идут служения вечерние И самое главное дожить до вечернего служения Вот так скажем Холодно, голодно Ну, короче, конкретная жертва И в этот пост шестнадцатого года Дух Святой со мной всегда говорит И здесь он мне дал направление Он сказал из Тимофея Он говорит Воинствуй согласно пророчествам, звучавшим о тебе Как добрый воин И еще он мне так же сказал Он говорит Трудись в слове И как вы думаете С шестнадцатого года я это делала? Ну, честно скажите Я это делала? Как вы думаете? А, наверное Сейчас будет очень недуховное признание Нет Нет И буквально вчера Вернее позавчера Первый день поста Дух Святой со мной заговорил Он говорит Ты себя обворовала на три года Ты могла бы уже войти в эти пророчества А из-за того, что ты молчишь Я не могу это сделать И Дух Святой мне дает мысль Он говорит мне Пользуйся технологиями Запиши пророчества на диктофон Как молитву Каждый день включай И повторяй за собой же Потому что Я же себя знаю Я же скажу Бумажку потеряла Не время Чтобы прочитать Давайте пользоваться Новыми технологиями Вот эту вот штуку Мы таскаем с собой Везде даже в туалет И мне Господь сказал Ты обворовала себя Уже на три года Израиль должен был быть В рабстве 400 лет А был он там 430 Потому что пророки молчали Я сегодня говорю кому-то Ты получала какие-то вообще Вещи в свою жизнь У нас Всегда пророчествуют Пророчествуют Очень аккуратно надо ходить За пророчествами Потому что Потому что потом будешь жить На фоне такой проблемы Тебе кажется Ты такой крутой в духе А на самом деле Ты никто Потому что До этой крутизны В духе До нее надо дойти А за нее надо сразиться И как только Желание добра Возникает внутри Тут же Что возникает? Обстоятельства Обстоятельства Которые будут выбивать Тебя и меня Из призвания Дьявол сделает все Он поднимет Старую боль Он поднимет Каких-то людей Он поднимет Простуду Поднимет Всегда помню Как конференция Дети болеют Когда дети маленькие В течение года Не всегда А вот здесь Прям вот Срок в срок Конференция начинается И все Вот у нас уже Одна жена пастора Не едет Потому что ребенок заболел Классика Это прям классика Это прям вот Знаете Так всегда бывает И здесь выбор Ехать или не ехать Я помню Как я на библейской школе Я приехала Ну такая Я считаю себя героем Я беременна Я не знала Кстати что я была Беременна Там узнала Но вы знаете Тоже момент Моя библейская школа Проходила В Благовещенске Это очень далеко Трое суток Ехать на поезд На границе с Китаем Я увезла туда Ребенка маленького Вику Она была совсем маленькая Я ее на руках Еще помню Носила Из бутылки Кормила И вдруг я узнаю Что я беременна В Благовещенске И в этот же самый момент Буквально в эту же неделю Вика заболела Бутылка валяется Грязь Антиусловия Ну представляете Что такое творится Я отдаю ее в садик Там Там Здешний садик Ребенок Отрывается от матери Естественно Падает иммунная система Естественно Это все Связано с эмоциями И она болеет Мы ложимся в больницу И первая мысль у меня Вот у тебя официальное разрешение Вернуться домой Причем не на поезде Трое суток Ты же еще беременная У тебя вообще сейчас Как бы новый сезончик Женечка Можешь вообще забыть Про это христианство Езжай домой Вернее лети Лети, детка Не на поезде Тебе билет покупают Лети И здесь я стою Возле выбора Сделать или не сделать Я принимаю решение Не лететь Оставаться Вику отправить домой И начались два месяца Ада в моей жизни Я каждое утро Просыпалась как в аду Потому что дьявол атаковал Меня Представляете, что такое Ребенка отдать Это такое отлепление Такой ужасный момент И дьявол мне картинки рисовал То я видела ее в ванне Она утонула То еще что-то Представляете Все молятся утром На молитве Бога переживают А я в истерике Бьюсь от того Что я У меня такой разрыв С ребенком Сейчас бы я бы Этого не сделала Но тогда я платила вещи За какие-то духовные моменты Понимаете? И всегда ты будешь Стоять у выбора Делать это Или не делать Идти Или не идти Разрешить себе Чтобы эти камни Сделались хлебами Ну я же уже 39 дней Пащусь Кого один день остался? Но нет Вы понимаете? И сейчас Я хочу зачитать вам одно место В Даниила 10 главе написано Даниил однажды Принял решение Пойти в пост Такой пост Есть у Даниила даже Пойти в пост И вы представляете Как небо реагирует На духовную практику То есть Когда человек Идет в пост Отказывается Ради божественных Каких-то вещей Ради духовного От физического В этот момент Как бы В позицию Встает весь В духовный мир И со знаком плюс И со знаком минус Я помню Как однажды Ансалмадабука Нас учил В этих духовных практиках Он говорит Как только Ты принимаешь решение Какие-то духовные вещи Исполнить Я не знаю Жертву Сделать в церковь Или там допустим Там Домашнюю группу Начать Или просто Человеку помочь У тебя желание Просыпается Я не знаю Там в конце концов Сегодня на мужа Не орать Там Ну еще какую-то Тут духовную вещь Реально совершить Хотя он достоин Чтоб на него кричали А ты не кричишь Там да Вот проявляешь Духовную добродетель Любишь его Любовь Иисуса Христа Ну допустим То тут же жди Тут же жди Или ты приняла решение Я помню Как одна девушка Рассказывает Она говорит Я к вам не могла Прийти полтора года И представляешь Каждый раз Каждую среду Были какие-то ЧП То колготку порву То машина заглохнет Вот И говорит Когда это уже Вылилось полтора года Я поняла Что что-то не так Надо срочно идти На этот барьер Преодолеть Вы понимаете Это же ненормально Когда ты полтора года Пытаешься что-то делать И каждый раз Спотыкаешься И отказываешься От этого И помню Он Селма Дабука Сказал Он говорит Слушайте Если идет атака На твое действие Это говорится о том Что духовный мир Уже знает Что высвобождено Для тебя Поэтому дьявол Это пытается воровать И если бы у тебя Нечего было бы Своровать Не было бы и атаки Не было бы атаки А что атаковать Человеку Которого нечего воровать Значит что-то есть в духе И сила наша Сила верующей женщины Когда она видит Невидимое Она видит наследство Она видит что-то И вот смотрите И Даниил Решил пойти в пост И ключевой момент Пришел ангел к нему Пришел ангел к Даниилу 12 стих Не бойся Даниил С первого дня Как ты расположил Сердце твое Чтобы достигнуть Разумения И смирить себя Перед Богом твоим Слова твои Были услышаны И я Пришел бы По словам Твоим Представляете Как сильно Еще раз Прочитаю С первого дня Представляете Как только Он помыслил Как только Он расположил Сердце Он еще ничего Не сделал Но он просто Расположил Сердце Ты к чему-нибудь Располагала Своё сердце Ты только Принимаешь Решение И потом Масса обстоятельств Которые начинают Атаковать Твоё решение И вот смотрите С первого дня Как ты расположил Сердце твое Чтобы достигнуть Разумения И смирить Себя Что такое Смирить себя А это значит Я предполагаю Что мне будет Тяжело Идти в своем Решении Но я Смиряю себя А это же Самое Сложно Вот допустим Пост Удивительный Момент Но никто Ж не видит Ешь ты или нет Никто не видит Но знаешь Ты и Бог Если ты принимаешь Решение Принести жертву И обещаешь Богу Это сделать Никто же не видит Приносишь Ты ее или нет Но знаешь Ты И Бог И знает Дьявол Никто Никто же не знает О наших Принятых решений Ты решила В этом году Начать Домашнюю группу Ну Вернее Ты решила Это три года Назад Но уже прошло Три года Ты ее так и не начала И это знаешь Ты и Бог Удивительный момент Три года назад Бог мне сказал Это знаю только я И Бог И потом Почему этого в жизни моей нет А потому что я не выполняю Часть своего контракта А часть моего контракта Это действовать на основании Того что я приняла Какое решение И смотрите Удивительный момент Чтобы достигнуть разумения И смирить себя перед Богом твоим Слова твои услышаны И ты пришел бы И я пришел бы По словам твоим Ключевой момент Бог приходит По словам нашим И мне Дух Святой сказал Слушай Ты себя уже Ты отодвинула Своё предназначение Своё призвание На три года Мне нужны слова По которым я могу прийти Зачем мы молимся Как вы думаете Я раньше думала Что Бог в депрессии сидит От того что Даже такие проповеди есть Бог заскучал по человеку И говорит Ну-ка проблему ему подкину Это вообще не богословская вещь Я конечно не богослов Но я знаю Что если ты искушаешься злом Не говори что Бог тебя искушает Потому что Бог есть любовь Бог не зло И Он не высвободит в твою жизнь зло Чтобы ты прибежал к Нему И молился Бог есть любовь Он просто знает Что пока петух тебя не клюнет Ты не прибежишь Но это как бы другая история Но это надо кому У Бога нет там депрессии От того что я к Нему не прихожу У меня есть депрессия Из-за того что я не прихожу к Богу Молитва Я все думала что Бог тоже депрессует От того что я не молюсь А еще надо какие-то красивые молитвы Такие шикарные Чтобы как бы оно так Ухо ему льстило Подожди, подожди Нет, мы что-то перепутали Это ты вот можешь своему мужу красивые Там придумать перлы Вот мой муж любит Уши сразу у него такие большие становятся Но Бог это не муж Конечно Конечно К Нему надо обращаться почтительно Но молитва Кому нужна? Молитва нужна мне Почему? Потому что я Сосуд В моем сосуде Вода И эту воду Надо наговорить Чтоб она была святая Я вдруг поняла Что Вот в том Что я провозглашаю В первую очередь нуждаюсь я Потому что Когда я говорю Бог призвал меня Бог любит меня Или я говорю Бог, я люблю тебя Да Я в этот момент Освещаю саму себя Я как бы беру этот сосуд И благословляю его И принимаю с благодарением И тогда эта вода Она приносит благо Потому что Если послушать меня Что я говорю Вне молитвы Про себя И про других Но святой водой Там не попахивает Это надо быть Слишком в хорошем настроении Но когда я молюсь Я вдруг понимаю Что я уже не могу Так срываться Если я что-то срываюсь Где-то в эмоциях Я по крайней мере Совесть меня уже Как бы говорит Подожди, подожди Не порть воду Не мути воду У вас был такой период Когда у вас с мужем конфликт А потом вы примирились И такая прекрасная Прекрасная атмосфера Между вами Что ты уже Он что-нибудь опять чудит А тебе не хочется Эту атмосферу ломать И ты думаешь Да ладно Есть такое? Вот так и здесь Когда внутри атмосфера Хорошая внутри тебя С тобой что-то происходит Тебя где-то подрезает Кто-то тупит Кто-то тебя раздражает А ты не раздражаешься Так? Потому что атмосфера больше Она поглощает тебя Это духовная вещь Это сверхъестественная вещь Вопреки всем обстоятельствам Сверхъестественный Божий мир Наполняет тебя Молитва нужна мне Мне в первую очередь Чтобы наговорить свой сосуд Чтобы потом из этого источника Не текло два кранчика С проклятиями и с благословениями Чтобы там один кран был И желательно божественный Слово Божие говорит Может ли Может ли из источника Ну разная вода течь Ну из источника нет Вот из меня точно может Не думаю из тебя тоже Там точно два кранчика есть Там и то и три и четыре У меня сейчас эта фантазия пошла Так Но чтобы мы были источником Божественного наполнения Нам необходимо Свой сосуд наговорить В православии Вот многие на праздник Ходят, воду святую берут Что такое святая вода? Святая вода Во-первых, она в сосуде В серебряном Серебро Оно воду обеззараживает А во-вторых, она намоленная вода В интернете сегодня за гугли Есть там масса этих Этих опытов Когда ставится два стакана Один проклинают Другой благословляют Тот, кто благословляет воду Стакан Одна и та же вода Из одного же крана Ту, которую благословляют Чистая вода стоит Ту, которую проклинают Гниет А мы Мы вода Земля да вода Ну у нас еще ребра немножко есть Но ребро сделано же из земли Все равно земля Драгоценных металлов побольше у женщины Вы понимаете? Молитва нужна мне То есть как Богу прийти ко мне Я пришел бы По словам Твоим Мы сегодня будем говорить Определенные слова По которым должен прийти наш Бог Амин Нам надо Формировать молитвы для себя Для этого сезона жизни Для того, чтобы Бог пришел к нам По этим словам Это очень нужно И поэтому многие люди Я знаю, что в христианстве Бытует такое тоже ложное убеждение И особенно женщины Любят этим хвастаться И говорить Я молюсь Я постоянно молюсь Но я вообще не молюсь за себя Мне хочется сказать Опасная ты женщина Это очень опасно Не молиться за себя Когда летишь в самолете Нас учат в самолете Правильно жить Когда Маска вылетит Вначале Ее нужно кому надеть? Себе Потом Ребенку Ну мы же всем маски наденем А себе как бы Ах Умру во Христе Никому не надо Это уже умер один Сын Божий Никто тебя на второе место Не звал Принимай жертву Иисуса И живи И живи Не надо умирать Надо жить Амэн Поэтому я за жизнь А не за смерть К жизни призваны мы А иначе мы аннулируем Жертву Иисуса Христа Я говорю Я второй Иисус Умерла тут за вас За всех Тебя никто не просил Самозванец Не надо Слазь С этого места Очень опасно быть Богом Это тяжелая профессия И смотрите дальше Следующий стих Тринадцатый стих Но Князь царства персидского Прообраз сатаны Стоял против меня Двадцать один день Вы понимаете Это разговор ангела С человеком Ангел говорит Я с первого дня Уже к тебе пошел По словам твоим Но Князь царства персидского Стоял против меня Двадцать один день Но вот Михаил Воин Один из первых князей Пришел помочь мне И я остался там При царях персидских И дальше А теперь я пришел Возвестить тебе Ну и здесь он ему дает ответ То есть этот ангел Он пришел в последний день поста К Даниилу кажется Я точно не помню эту историю Но он постился Двадцать один день И долгое время Не видел ответа Но он продолжал это делать И вот в последний день Приходит ангел И говорит По словам твоим Я это сделал Но все это время Князь царства персидского Не давал мне Так вот Я хочу сегодня Побудить тебя В первую очередь Себя и кого-то из вас И тех Кто смотрит нас онлайн Девочки Если у вас есть Духовное Какое-то желание помните вам никто просто так это не отдаст никто просто так тебя не отдаст твой брак никто просто так тебе не не брак семью твою брак хорошую хорошее дело браком не назовешь никто не отдаст тебе твою счастливую семью никто не отдаст тебе твоих детей никто не отдаст тебе твое процветание никто не отдаст тебе твоего призвания и служения хоть пять раз ты перемазана всякими и леями вот так вот помню как он сын тут выливал вот так вот и гиду он лил хоть и тут блинчики из тебя с тряпой если ты не создала молитвенный путь по которым пойдут ангелы ничего этого не будет ничего этого не будет я я дальше вам расскажу я это поняла и сегодня какой день третий день поста как вы думаете я сформировала молитву честно нет но я хотя бы уже выписала кое-что но до диктофона дайте сесть наговорить тоже целый проект у меня же масса других дел каких того скоро придется менять это чтобы ленту листать инстаграма такая деловая я думаю господи да мы сами себя обворовали просто мы не призваны к суете мы призваны к другой жизни я я не против инстаграмов ничего я все это все за но я за то что если у нас есть какие-то обещания от бога нам надо блин схватиться за это держаться за это и говорить не отпущу пока не благословишь знаю о том что князь царства персидского высвобожден и он знает и когда это провозглашалось это слышали все и это слышал дьявол и он знает как выбить тебя меня и всех нас вместе взятых он этим занимается уже долго 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 нам его не перехитрить единственный шанс как где мы можем реально добиться чего-то и чего-то отвоевать в этой жизни это благодаря молитвам и еще раз те повторю молитва нужна не богу молитва нужна нам чтобы лестница якого открылась и чтобы у ангелов был путь чтобы они могли подниматься и спускаться подниматься и спускаться подниматься и спускаться и поэтому сегодня я хочу помолиться с вами молитвой который нас научил молиться анселма дабука я считаю это судьбоносная была молитва состоящая из 7 пунктов и этой молитвой я помню молилась года полтора я прям вставала и все и соседи все слышали эту молитву когда я говорила я сокрушаю всю вооруженную сеть дьявола над моей жизнью я повелеваю отпустить мою экономику призвание судьбу детей они думали к на кого это мару а мне было все равно я кричала я кричала я кричала и это были лучшие сезоны в моей жизни то лучшие были года в моей жизни ничего не остановилось я остановилась я перестала это делать и я хочу сегодня подарить вам эту молитву и если ты хочешь реально добиться больших результатов чтобы обстоятельства работали на тебя чтобы вообще вообще ракурс всей твоей жизни изменился просто делай это каждый день последний раз и мы начнем молиться я когда отдыхала я просто читала книгу вернее не я не читал алексей я читал мы все вместе на пляже читали это когда бесы переписываются как они нас обманывают льюис написал письма баламута и затем такой момент он говорит на главный бес учит своего ученика он говорит самое главное внедри а короче ученик пишет без у главного говорит у меня беда мой мой подопечный они нас называют подопечными мой подопечный ушел к врагу ну типа в церковь бог же для них враг в церковь к врагу а главный бес говорит подожди подожди ушел к врагу самое главное внедрить ему мысль что молиться регулярно и господи у вас будет вот меня развели потому что я долгие годы молилась каждый день каждый день каждый день не по часу не по два иногда это молитву прочитать до минут пять это даже много минут и три это две но я это делала каждый день каждый день я это делала и видела огромный результат своей жизни а потом я решила то что я я же это стихия женщина как бы я это не упраздняю это та дай амэн но если жить на эмоциях далеко не уедем девочки в каких-то вещах надо быть стабильными в таких вещах как детей покормить ты же не можешь все дети у тебя плачут есть хотят а ты говоришь ах я не хочу сегодня вас кормить ребенок младенец лежит в кроватке а ты такая аня пойду стыжусь что-то нету у меня как бы желание сегодня тебя кормить но нет же такого ты понимаешь ты встаешь и кормишь потому что понимаешь он умрет так вот наша жизнь умирает духовное призвание наше умирает когда мы его не кормим ангелы не могут прийти путь закрыт небо свинцовое я помню как это молитва кто здесь молился этой молитвой скажите это прям работает и конечно же у меня будут просить эту молитву а я вам рекомендую ее вырезать ее из видео когда сейчас она будет и просто включать ее и молиться вместе с нами это работает очень мощно ну что давайте встанем давайте встанем халлилуйя эту молитву мне уже и у тебя на есть у тебя уже измененная или та же это добавлено вот у меня тоже уже добавленная поэтому уже она усовершенствована не не то которая была в начале но именно эта молитва она меняет она меняет судьбу давай тогда какие я не провозглашу пункты ты их потом до провозглашаешь и не не в ты в свои прочитаешь сама по пунктам как мы молимся кто из все молятся здесь на языках кто не молится на языках есть такие не молитесь на языках да так идите сюда идите и и вы не молились вы не молитесь на языках да не ничего не бойся него сетили сейчас будет духовная молитва мы будем так скажем про проделывать духовные практики они связаны с молитвой на языках когда человек уверовал в господа в библии сказано что когда с какого момента их стали называть христианами с того момента как они начали молиться на ином языке так вот я сейчас с вами в момент в момент вот этих наших провозглашений поставлю рядом со служителями которые помогут вам молиться на иных языках что вам нужно будет вам нужно самое главное мозг отключить как это произойдет вам нужно будет вам будет казаться что как будто вы повторяете это невозможно повторить вы это сейчас поймете это либо есть либо этого нет вы принимали молитву покаяние молились все все просто вот эта атмосфера дух святой он будет действовать и у вас будет шанс замолиться на ином языке ваш вот ты бери вот эту молодую девушку а ты юленька бери вот эту молодую девушку и сейчас мы то есть провозглашаем словами а потом какое-то время молимся на ином языке молимся мы тогда просто кричали а сейчас я предлагаю молиться на ином языке но если пойдет в духе крик той покричим конечно но я хотела бы чтобы мы помолились потому что написано когда мы молимся на ином языке то сам бог молится внутри нас дух святой молится когда мы не знаем о чем молиться но бог знает о чем сегодня ты имеешь нужду ты готова аллилуйя давайте первое провозглашение скажи со мной во имя иисуса христа все загадочные силы стоящие на моем пути которые нападают на мой прогресс на мой порядок на мою жизнь на мою судьбу да будут связаны абсолютно парализованы уничтожены во имя иисуса да будет разрушена всякое колдовство всякий контроль в моей жизни моей семье в моей церкви в моем народе во имя иисуса и начинай марию мальетто киталаром ассутера табла ку макестра арамаши в ура бака таларо-баке таларо маке таларо махе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я лишаю их силы во имя Иисуса Пусть слава Твоя обильно изливается в мою жизнь Прямо сейчас во имя Иисуса Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Идем дальше Всякие нечистые духи, крадущие мои ресурсы Все ложные обвинения Духи, которые несут страх Духи, которые блокируют мой прорыв Пусть прямо сейчас будут парализованы Силой Божьей во имя Иисуса И начинаем молиться Субтитры создавал DimaTorzok Давай дальше Всякие сатанинские действия Планы врага Направленные против моего прогресса Да будут абсолютно уничтожены В огне Духа Святого Прямо сейчас Молись Субтитры создавал DimaTorzok Скажи Всякая колдовская сеть Работающая против моей семьи Против моего здоровья Моей души Против успеха в служении Против работы Против изобилия в финансах Против прогресса в бизнесе Против прогресса в творчестве Против моего имущества Да будет рассеяна В огне Духа Святого Всякая дверь Тюрьмы Да будет прямо сейчас Открыта В моем духе Я отпускаю Всех измученных на свободу Я запрещаю Дьяволу Удерживать Внутри меня Боль Через обиду Прямо сейчас Пусть все клетки Будут разрушены Силой Божьей Малис Малис предыдущий пункт ты знаешь о том что весь наш прогресс в семье в экономике в процветании в творчестве на работе а знаешь с чем связан если мы внутри носим боль и обиду я говорю о божественном прогрессе можно иметь можно иметь успех в бизнесе но быть далеко несчастным и этот бизнес далеко не от бога и деньги приходят вообще не от бога и они тебя не ведут к процветанию к счастью они ведут тебе в погибель трап денег да это разно мы говорим о разном процветании вы знаете что почему мы там шли против этих клеток если внутри ношу клетку допустим я осуждаю человека допустим по каким-то там вещам там допустим я осуждаю его за его успех или еще за что-то даже если это оправдано если я обижена на человека я закрываю вообще все эти возможности прорыва потому что только в свободе только в прощении если я способна вообще претендовать на счастье если я ношу внутри допустим какой-то мужчина причинил мне боли с прошлого если я ношу его там он ну как в клетке в моей сидит в духе то я никогда не смогу быть счастливой в браке потому что этот мужик каторжник внутри меня не даст мне не даст мне и поэтому надо всегда идти против того чтобы против этих клеток дьявол хочет убедить нас что обижаться это нормально жить в более это нормально да дальше обижайся все гады все гады а ты такая умная хорошая церковь плохая люди плохие да ты найди идеальных людей нет ты тоже не идеально детка вы понимаете и поэтому иногда по-человечески простить невозможно но мы можем молиться против этого и сам бог будет сокрушать клетки после молитвы тебе легче будет прощать после молитвы тебе легче будет смотреть на много идем дальше скажи во имя иисуса христа все злые птицы рептилии насекомые животные пресмыкающиеся которые запрограммированные делать зло мне да будут сожжены огнем духа святого прямо сейчас во имя иисуса молитву раба катила рама сатия ху раба катала рама шеки маха ху раба катала рама шой метал içinde хорошая страхи тоже 1α доски мясо ху раба катала рама 50 лет и двух memberнадцатого ор го competition на заказах ху пробака катала рама ситана као работая славян Giant Kayот и мама ситана Я раньше, когда Анселм говорил нам про этих злых рептилий, животных и пресмыкающихся, думаю, что за бред А недавно я тут подумала, а сколько людей от клеща умерло А сколько людей, а вы знаете, что, как животные могут быть запрограммированы, да? Сколько людей с собаками съедено Покусано Что они боятся до сих пор ходить по улице Это дьявол высвобождает А если перевести это в духовный мир, что все демоны, они проявляются, как змей Как рептилия Когда мы видим в духе, допустим, демонов, то мы видим пауков, да? Вот эти все вещи Когда ты будешь молиться вот этим вот пунктом Ты понимаешь, ты молишься как против духовных, так и против физических Гадов, которые могут запрограммированы и делать зло Тебе, твоему телу, твоей жизни Может быть, твоему огороду, если ты огородница Да? Ты пахала-пахала на огороде, ничего не получила Все сожрали Можешь молиться этим пунктом И можешь рассчитывать на чудо Следующее Скажи, через кровь Иисуса Христа Я аннулирую Все сатанинские сети Все оковы Сооруженные против моей жизни Моей свободы и прогресса Благослови меня, Господь Всеми благословениями Которыми только можешь меня благословить Помоги мне их принять И все, что было недоступно До этого момента Пусть станет доступным для меня Распространи Пределы мои Расширь меня Пусть твоя рука Будет со мной Дай мне водительство с неба На каждый день На каждую ситуацию Сохрани меня От всякого зла Чтобы мне не сгореть В совести Во имя Иисуса Молись Молись Повторяй Повторяй Отец Небесный Сотвори во мне сердце чистое Принеси исцеление Излей благодать И дай мне мудрость свою Открой мои духовные глаза Мои духовные уши Чтобы я могла понимать Истинный смысл всего Что происходит вокруг Помоги мне здраво мыслить Помоги мне здраво мыслить И быть абсолютно послушной тебе Во имя Иисуса Давайте будем молиться Маленько осталось Не уставай Не уставай Молись Твоя судьба в твоих руках В твоих молитвах Ангелы идут по твоим молитвам Ангелы способны действовать По твоим и моим молитвам Пусть рука твоя Пусть рука твоя Совершит в моей жизни то Что не способна сделать рука человека Выведи меня Господь На дорогу Которая ведет из пустыни В землю обитованную В которой нет никакого недостатка И помоги мне завладеть этой землей Введи меня В предназначенную тобой судьбу Сотвори великие чудеса В моей жизни Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Пусть всякая преграда Пусть всякая преграда Стоящая на пути к жизни Будет сокрушена и уничтожена Я повелеваю в всякой горе Стоящей на моем пути Поднимись и вернись в море Во имя Иисуса Да не будет у меня никакого недостатка Ни долгов Ни проклятий Открой небо над моей жизнью Над моим городом Над моей страной И сотвори во мне Источники жизни Радести И сил Во имя Иисуса Радести У Естов Радести 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 Господь, пожалуйста, обеспечь меня молитвенной поддержкой И пусть молитвы ходатая Будут для меня надежной защитой И укрытием от всех атак дьявола Принеси мне чудеса И пусть прямо сейчас Рушатся все дела дьявола Я отменяю все его планы Направленные против меня и моей семьи Против моего служения и моей жизни Господь, проложь путь там Где для меня нет пути Пусть величие Твое проявится в моей жизни Пусть всякая неспособность Встретится с божественной способностью Пусть стрелы Твои Пусти стрелы Твои, Господь И рассей всех врагов Твоих Пусть бегут от лица Твоего Ненавидящие Тебя Множество молний пошли И разбей их Избавь меня от врагов Слишком сильных для меня Которые на меня поучились Будь опорой моей И защитой Будь помощником И наставником верным И пусть сойдет на меня Сила великая Твоя И слава Твоя Для победоносной жизни Во Христе Иисусе Я посвящаю свою жизнь Свои уста Тебе И помоги мне быть Освободителем для людей Взятых на смерть И давайте помолимся еще раз Во имя Иисуса Субтитры создавал DimaTorzok